В прошлом году случай одним из первых в крае получил паспорт готовности к отопительному сезону. В целом он прошел стабильно. Все они штатные. Аварии устранялись в нормативные сроки. В этом году нужно сработать не хуже, ставит задачу Анатолий Пахомов и напоминает, за срыв сроков подготовки к зиме каждый из виновных понесет персональную ответственность. Я еще раз хочу сказать, выводы должны сделать все сами. То есть провалов в подготовке к зиме быть не должно. Либо за это ответим по полной программе. Вот и все. Потому что именно так ставит вопрос губернатор. Именно так. И говорит, конкретный должен быть виновный, который должен понести наказание. Лето в разгаре, а ряд домов уже готов к зиме. В целом по городу промыто и опрессовано 854 системы многоквартирных жилых домов. На очереди почти столько же. Готовятся к отопительному сезону и котельные. Их в городе 122. На текущий момент встречать зиму во всеоружии уже могут 24 из них. Продолжается и ремонт теплосетей. По плану подготовки к осенне-зимнему периоду запланировано произвести 6,5 километров тепловых сетей. На текущую дату произведена замена двух километров. Подавать тепло в дома случинцев начнут в середине ноября. Паспорт готовности у города должен быть за месяц до этого. Подготовка к осенне-зимнему периоду – задача общая, подчеркивает Анатолий Пахомов. Активно работать нужно не только Сочи Теплоэнерго, но и управляющим компаниям и домкомам. Ну а то, как многоквартирные жилые дома подготовятся к зиме, проверит народный контроль. Специальную группу сформируют из бывших сотрудников теплоснабжающих компаний, которые уже вышли на пенсию, но благодаря своему многолетнему опыту смогут профессионально оценить степень готовности Сочи к сезону холодов.